Станислав Воскресенский отчитался о проделанной в 2018 году правительством о работе перед законодательным собранием. Объем финансирования здравоохранения был увеличен на 35,5%. Возросла поддержка агропромышленного комплекса. В Наволоках и Южи создана территория, опережающая развитие с преференциями для бизнеса. Налажено комфортное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Тенденции позитивные, но иллюзий эту губернатору не добавила. Хочу сказать, что своей работой не удовлетворен. Ни в дорожной отрасли, ни в сельском хозяйстве, нигде еще. Потому что я удовлетворен буду, когда у людей жизнь в нашей области улучшится. Отчет Воскресенского сжатый, без деталей и планов на будущее. Больше внимания глава региона уделил вопросам фракций. Единая Россия, например, поинтересовалась, доволен ли губернатор работой дорожной отрасли. В какой-то степени да. Введенное в прошлом году банковское сопровождение не только позволило избежать сомнительных контрактов, но и сократить удельную стоимость строительства в этом году на 20%. Объем дорожного фонда в 2019-м около 5 миллиардов рублей. Отремонтировать планируют 204 километра дорог. Есть проблемы ДТП, люди гибнут, вы знаете. Мы в этом году определили 36 аварийно-опасных участков на 10 основных трассах общей протяженностью 179 километров. И в отношении этих участков будут проведены ряд мероприятий. Это и освещение, и светофоры, и так далее. Но сейчас мы, по крайней мере, понимаем, где у нас основные зоны риска, где мы действительно, к сожалению, теряем жизни, или люди просто страдают, попадая в аварии. Коммунисты спросили мнение губернатора касаемо выплат детям войны. Воскресенский пояснил, федерального законодательства нет. Регион наш датационный своими силами зарабатывает недостаточно, чтобы профинансировать эту инициативу. В прошлом году уже была большая рестатуризация бюджетных кредитов по всем регионам. И там, где она произошла, были достаточно жесткие финансовые рамки, установленные Министерством финансов. Если бы у нас были деньги, я бы считал принятие таких законов правильным. Но мы с вами, к сожалению, здесь обременены обязательствами перед федеральным центром. После ответов на вопросы лидеры партии высказали свое мнение о работе правительства. Первое, на что обращаю внимание, это сокращение числа жителей Ивановской области. Уже вообще известно, что в 2018 году нас стало меньше на 14 тысяч. И по всей видимости, по итогам 2019 года стоит ожидать, что число жителей станет менее миллиона человек. И нам всем, особенно по правительству Ивановской области, необходимо задуматься, почему число жителей региона сокращается. Конечно, меня это беспокоит. И смертность, мы в числе антилидеров по стране, наряду с рядом регионов других в Центральном федеральном округе, беспокоит. Но вот что касается смертности, вот о чем говорит министр здравоохранения России. Вклад в продолжительность жизни и смертность основной вносит не столько здравоохранение, сколько образ жизни. А образ жизни, я с рядом коллег выступающих согласен, это отчасти производность, что у нас в экономике происходит. Когда у человека элементарно сводят концы с концами, тут как бы не до спорта. Коммунисты подчеркнули, что работы правительства не удовлетворены. Другие фракции конкретных оценок не дали. Но, судя по содержанию выступлений, курс Воскресенского они готовы поддерживать и дальше.